Тишина, тишина, ну и понятно, Минески в это время фармит практически всю карту, свой лес, чужой лес. Вот смотрю, на, немножко выдвинулись по лёгкой линии своей, аккуратненько, Распери там двигает чуть и не в лесу, вот время от времени подкушивая. Насколько же новый патч теоретически удлиняет эту игру? Насколько далеки вообще герои и одну и другой команда от максимального капа? То есть там, понятное дело, Муншарды, понятное дело, что там Рапиры можно купить с байбэками, но ведь ещё Аганимов можно так много взять, их можно ещё распылить, освободятся слоты у Лины, у Шедоу Демона. Эта игра может длиться, мне кажется, вообще вечность, если команды будут бояться друг друга и не будут как-то ошибаться, прям совсем грубо. Хорошо, Зайцы вблизи подавили линию кабанами, сам Зайц аккуратно помогал, в итоге две катапульты работают, Лина сюда перемещается и время выигрывается. Немножко для Na'Vi. Расперид почти до фарма с Ваганим, очень долго Зайц его фармит, там, видимо, как по нему, причина в байбэках этих многочисленных, экономика постоянно рушилась. Крипов он так особо не бьёт, мне кажется. Уже тяжеловато. Опасно выходить просто, да, там, фармить как-то скиллами своими крипов и уничтожать. Просел Свен по Нетворца, 26 тысяч, у Раскинга 34, снайпер держится уверенно, но Свену тоже нужны предметы, ещё там, я думаю, хватает чего купить. Кристаллайзер, как мы видели, уже убивают Раскинг без проблем, а сам-то Свен особо не отвечает. Ну вот об этом мы как раз и говорили с тобой в самом начале, то есть если где-то в мидгейме или в раннем лейте Свен не так сильно боится этого самого Раскинга, потому что за 2-3 удара его убивает, и потом после реинкарнации тоже его убивает, то сейчас уже тебе не хватает вот нескольких секунд для того, чтобы с Раскингом расправиться. БКБшки маленькие уже, как бы слабые, старые. В Раскинг используют реинкарнацию и там его кто-то форстафает, кто-то глиммер ему кидает, Солар он в итоге живёт, а ты уже без ГДСа. А что ты без ГДСа можешь на Свене? Ничего не можешь. Поэтому Кристаллайз игра такая уже непростая на 53-й минуте игры. Хочет он купить тебе Мушард, но Лифайр у него есть для того, чтобы диспейлить АНДис, который есть у Шедоу Демона, поскольку, повторимся, это главная вообще цель не только для Свена, но и вообще для Нави в целом. Бить Шедоу Демона каким-то образом надо. Первый такой массовый выход команды Нави по таймингам Айгиса, но в итоге никого они не нашли. В общем, идея была правильная в надежде Каут увидеть в собственном лесу, кто-то фармит, кто-то агрессивный, но не тут-то было. Давит Мунтоп. Ждём какие-то действия от Минески, потому что Нави, понятно, будут дать только ошибку противника, и Минески в первый момент будут заходить. Нави уже отхалдились достаточно, то есть Айгис там пропал, да, остался рефрешер у Лина, он, кстати говоря, рефрешер в Шарм. Вот, и надо сейчас немножечко как-то посплитить, дождаться, когда появится байбэк у Свена, у Эрспирита, и вот на этом уже можно будет какие-то активные действия строить Навиа. Слушай, мы, кстати, можем от Лина увидеть вполне вероятно дабл ультимейт. Там будет 2000 плюс чистого урона. Да. 2000 плюс чистого урона, представьте. Ну, Свен не обрадуется. Врыв, рор, хорошо, вблизи, Блэкин Бар, топорики, магнитайс, очень быстро, очень быстро! Это выглядело легко. И сразу же телепорты, главный отёд успеть идти, выходит Кейпи, Блэк Лом пошёл. Ноу, ноу, хорошо. Ну, это размен мидера на позицию 3. Тут же жмёт рефрешер Кейпи. Видимо, ожидается ещё где-то в лёд. Неясно, неясно, непонятно. Конечно, с точки зрения нетворсов, этот размен вообще никакого смысла не имеет. Вообще. То есть у всех уже все предметы есть, никому... Ну, понятно, что фармить нужно, но это уже не так критично. Важно, насколько сильны сейчас Минески без Лины и насколько способны драться Na'Vi без Бестмастера. Вот кто сильнее 4-4? Похоже, знаешь, похоже, что ни Na'Vi, ни Минески ничего сейчас делать не будут. Никто не пойдёт драться, никто не пойдёт там далеко как-то пушить. Эти фраги действительно ничего не дают ни той, ни другой команде. 55-ая минута игры, 2-25. Вот это развязочка игрового дня. Напоминаю, ещё один матч на вылет. На сегодня он будет последний. И всё неоднозначно, несмотря на преимущество. На самом деле, о преимуществе уже нет смысла говорить. Все, как ты говоришь уже, примеры артефакты свои взяли. Сейчас всё зависит от реализации кнопок. Как кто рвётся, как кто будет использовать свои способности и всё. Да, специфика драфта у Минески отличный кайт получается. То есть за счёт шедоу Демона у Na'Vi. Хороший ДПС и достаточно высокий урон на дистанции. Да, вот именно на большом расстоянии. Они могут чуть ли не бесконтактный бой вести при помощи снайпера. Тем более, если его там какой-нибудь бист бафает. Варлок, кстати. Вот мы забываем про Варлока. Мы проговорили про Бистмастера, про Лину, про Врейс Кинга, про Энигву. Про всех поговорили. Забыли про Санейка. А ведь этот герой с рефрешером и с талантом на 25 уровне, он големами чуть ли не соло может отогнать пятерых игроков. Он может просто их как-то, не знаю, там подамажить немного, там отвести как-то одного голема чуть-чуть подальше на линию взять там крипов, уберить их там, чтобы бэкдор включился. Ну и много всяких разных других фишек существует. О, если сейчас купит Врейс Кинг, а гоним, я боюсь, что... Я не знаю, что Нави будет делать. Так что Шадоу Демона ты уже не убиваешь. Да, он будет сходить своей вот этой иллюзией духом и давать дизрапшн. Давать курши, давать все кнопки. То есть ситуация будет максимально тяжелая. Так, Нави. Ну тут Нинджи Буги ничего не угрожает. Снайпер решил все-таки Скади купить. Скади прикольный предмет против всяких милишников, вот типа Врейс Кинга. Но может просто урона не хватить в какой-то момент снайперу? Ладно, смотри. Ждут Рошана, Рошан появляется. Очень важно, очень дорогой Рошан. Нави было бы неплохо выйти, но я боюсь, что они просто не успеют. Огр просто спейсит. Если тут есть какой-то детекшн, его убивать сейчас элементарно невыгодно, потому что его убивать будет долго. Так, что там по Рошану? Рошан, ну не так быстро, Минески бьют, как хотелось бы. Зайц ворвался, Нико Бэби сам врывается вперед, попытка быстро убить Свена. Свен пока живет. Мультикатный мультирой, барабла, слишком много урона. Свена не будет две минуты, есть байбек, есть ультимейт, надо будет возвращаться в игру и как-то помогать своей команде. Придется выкупаться, выбора нет. Лакола Теннигме параллельно, моментально сбивает его, по-моему, хипи сам себе, потому что, скорее всего, никого не попал. И все. Свен не выкупается, но Свен, мне кажется, придется выкупаться, у него нет выбора слишком долго. Я, честно говоря, не уверен. Голема потратили. Но если нави сейчас идут в драку... А, ну-ка им нельзя идти в драку. И им нельзя здесь находиться. Если их сейчас кто-то цепанет, конец игры будет практически. Развернулись нави, развернулись в последний момент. Пейсмастер делает телепорт на легкой линии, чтобы немножко подтолкнуть крипов подальше от базы своей. Да, мультикаст неприятный. Я понимаю, Огр 25-й, да, уже? А там талант есть на 25-й с фаербластом? А он 25-й, а он еще 23-й. Ну, это и то завезело сколько много урона. Аганима отдали. Так он возьмет еще талант на фаербласт, так он может просто засолить этого СВ. Мне кажется, ты уверен, что работает Аганимный фаербласт с этим талантом? Мне кажется, это разные способности. Хороший вопрос, увидим. Нинджи Буги. Ну, подходит, подходит понемногу. СВ на нее целую минуту, слишком долго Заяц полкает через... Он превратил в камень Нинджи Буги, но здесь есть госсепт. Никобэби, Рейд, просто пьет, ажерор, но это очень плохая цель. Врывается кейпи, кейпи из плэквол, напоминаю. Дизрапшн, Никобэби отходит назад, Свен выкупаться не хочет. Но давайте смотреть, что из этого получится. Не будет еще кристаллайза. 40 секунд. Милески давит нижнюю линию, заходят Идалоны, заходит сам Брейскинг. Идалонов очень много, кейпи уже 25-го уровня. Снайперу надо как-то отстреливаться здесь. Нахромное крисло держится. Мне кажется, не хватит. Не хватит нервов только сидеть, ждать. Мэджикл, Брейв Мэджикл пытается уйти. Мэджикл стреляет на развороте, получает Лагуну, погибает Снайпер. Жмите байбеки! Минус Варлок. Жмите байбеки! Жмут. Сдается Свен. Снайпер выкупился, продолжает как-то отстреливаться. Падают казармы. Казарма упала, еще одна, минус две линии. Кейпи входит в невидимость. У него есть еще один Блэкхолл. У Варлока нет ультимейта, пока он скоро должен теоретически появиться. Рора тоже нет 20 секунд. Если есть точный тайминг. Короче, я вижу в нами варианты лететь в сторону трона потихонечку в какой-то момент. Когда-то. Ну, серьезно. Что тут еще можно придумать? 40 тысяч. Свен не в состоянии драться. Его слишком быстро убивают. Слишком быстро. Врыв там. Несколько ударов его нет. Пытаются спасать. Его пытаются как-то обмазывать глимерами. Там, форстаф ему скидывать. Но демеджа слишком много. Не успевает даже БКБ прожать. Мы всегда были счастливыми комментаторами для СНГ. Всегда команды побеждали. Почему сейчас? Ну, ладно. Верим. Верим в команду Na'Vi. Но только если... Точно так же, как Минески были в шаге от поражения в какой-то момент на этой карте. Точно так же сейчас и Na'Vi находятся. В рейв. В очень опасной позиции. Рейдж Потейта. Дизрапшн. Стан. Близи БКБ есть. Пошел Пурш. Если помощь, как... О! В камень превращали. Надо как-то потолкнуть. Потолкнули. Еще один удар поблизи. Близи толкает на форстаф. Но он погибает. Есть байбек. Справа... Легкую линию не потолкнули. Туда на трон никак не полетишь. Придется как-то защищаться. Падает последняя третья линия для команды Na'Vi. Это будут мега-крепы. Это будут мега-крепы. Защищаться будут. И так тяжело защищаться. А с мега-крепами против мега-крепов. Практически невероятно. Мунт с огромной... Да, опять Нинджи Буги прыгает. Сразу же кристалайз. Раз, удар, два удара. Эзериал есть. Не добить шедоу демона. Как же они друг друга спасать. Дезолятор от бисмастера. Там что-то стоит. Я вижу, там Кабан или что. Надо лететь. Мастер на травлах туда. Там что-то должно быть. Да, да, они летят. Бисмастер летит. Бисмастер полетел. Полетели, полетели. Купил дезолятор. Нужна помощь. Нужны еще телепорты. Вторые травла. Все шмотки продавать. Полетели, Нави. Минески видят. Там бэкдор. Они не пробьют. Они не пробьют бэкдор. Ну давайте смотреть. Снайпер продолжает стрелять. Приходит до шедоу демона. Остаются остальные игроки Минески. Они также бьют трон. Нави получает Блэкхолл. Выигрывается много времени. Кристалайз пытается драться вместе с Зайцем. Залетает Магнитайз. Туда еще один Юл. Магнитайз много урона. Хватит ли его? Кристалайз бьет дальше. Трон на 1000 хп. Нави ничего не сделали на базе противника. Нави. Проигрывают. Топ-16. Снова топ-16. На очередном интернешнале. Они были невероятно близки, чтобы пройти дальше. Все локти искусают они сейчас себе. За вот тот вот дайв под Т4 вышки. Все локти искусают, ребята. Как же обидно проигрывать. Ну, вами Нески большие молодцы, что не тильтанули. Играли до конца. Сделали то, что требуется. Шадо Демон просто прекрасно сыграл. Рейджинг по Т4. Это браво. Браво, Нески, да.